Звездные войны Звездные войны Звездные войны И как однажды сказали Делай или не делай Нет никаких попыток Всем привет! Вы смотрите прямое включение с пресс-конференции Electronic Arts с E3 2014 Добро пожаловать все на наше превью-шоу E3 от Electronic Arts Вещаем для всех вас из Лос-Анджелеса Мы сейчас вещаем на Spike TV, на Twitch и мы готовы начать E3 Так что спасибо, что вы сегодня с нами И спасибо команде из DICE, которые приоткрыли завесу тайны над одним из наших самых амбициозных новых игр Star Wars Battlefront В следующий час мы покажем ряд новых игр, созданных креативными командами с любовью к играм Для людей, которые важны для нас больше всего для наших игроков Но в этом году мы хотим сделать немножко все иначе Так что позвольте мне начать Некоторые игры мы покажем целиком, а некоторые просто над некоторыми переоткроем завесут тайны Мы покажем вам ранние разработки, визуальные концепты, прототипы того, что вы увидите в следующие несколько лет Мы откроем новые интересные миры, эпические ландшафты и невероятный экшен, который вы никогда еще не видели Мы также услышим идеи и мысли о том, что можно ожидать от наших креативных лидеров Но все это связано вместе одной нитью Нашей заботой о игроках Нашим желанием создавать отличные игры Соединять игроков вместе и развлекать их Мы хотим объединять вместе креативность и инновации Приносить новые идеи для нового поколения И мы хотим слушать вас Так что мы хотим вложить игры в ваши руки и приглашаем вас сделать их лучше вместе с нами Это и есть основа Electronic Arts и вдохновение, которое нас сегодня здесь двигает Так что, ну что ж, давайте прыгнем в мир Dragon Age Inquisition И затем, а затем увидим два небольших инсайда от наших новых проектов от компании BioWare АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Черкова для вас выступала, дамы и господа Ох, черт, как это было здорово Это было красиво, спасибо большое за ваше вступление Dragon Age Inquisition является новым началом для BioWare Games Где мы будем соединять мощный сюжет с экспансивным открытым геймплеем в большом живом мире В Dragon Age Inquisition вы попадаете в мир на грани хаоса в качестве инквизитора Ваши прошлые мотивации неизвестны, покрыты тайной И ваш выбор стоит перед вами Вы должны собрать команду уникальных и мощных героев И привести их к статусу легенды в мире Dragon Age И сейчас мы покажем, как выглядит игра И прыгнем сразу в бой В этой игре вы сможете брать под контроль каждого члена группы отдельно И сейчас мы прыгнем в бой против самого главного хищника в нашего мира Высшего дракона Сара, Салф! Сара, Салф! Сара, Салф! Сара, Салф! Сара, Салф! Сара, Салф! 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 Сара! К Hus habla! Сара, Салф! Саживаем у Вченик Ну что ж, еще один способ использовать бой — это использовать тактическую камеру. И также мы можем исключить время из уравнения, поставив игру на паузу. То есть, когда вы хотите использовать грубую силу или тактический подход, вы все это можете сделать в нашем мире. И также ваши компаньоны имеют собственные истории, которые вам придется открыть, истории их жизни. И давайте теперь посмотрим на команду наших героев. Играет музыка 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 С matters Что это ее настоящая цена? Время пришло для нас, чтобы стоять вместе. Что бы мы были раньше, мы сейчас... ...The Inquisition. И, кстати, в России тоже. В BioWare мы пытаемся всегда переплюнуть свои прошлые истории. И стараемся сделать их такими, чтобы вы их запоминали надолго после того, как вы прошли. Также для нас очень важно, чтобы история была интерактивной. И когда мы начали разрабатывать Mass Effect 3, мы спросили фанатов, что для вас вообще значит Mass Effect? И они сказали, что для них самое главное это было отправиться куда-то в новое место. То есть открыть новых персонажей, открыть новый мир. Этот мир настолько большой, что когда вы идете по горизонту, он продолжается и продолжается. И вы можете отправиться из одной части галактики в другую. И просто представьте, что мы сможем сделать с мощью новых консолей. Такую рандитализацию персонажей нам было ранее недостойно. Мы просто хотим вам показать примерно, насколько далеко мы готовы зайти в этот раз. Монреальская студия Пока наша монреальская студия работает над Mass Effect, Мы разрабатываем совершенно новую интеллектуальную собственность. Мы хотим показать такие достаточно современные истории. И, конечно же, мы хотим, чтобы наша игра была настолько живой, насколько это возможно. Поэтому мы стараемся построить вымышленный мир, который кажется живым. И который меняется постоянно. В компании BioWare мы строим миры для следующего поколения. Насколько мы далеко сможем зайти с этими играми? Поживем, увидим. Всем привет! Я Рэйчел Фрэнклин, и я очень рада пригласить вас в следующее поколение Sims. Более умные Симы. Симы с настоящими характерами. И истории, которые мы сможем рассказать об этих Симах, будут интересные, очень развлекательные и немножко странные. В прошлых играх вы могли управлять телом и разумом вашего Сима. А в Sims 4 впервые вы можете управлять даже их сердцами. Вот здесь вот мы сейчас в нашем редакторе Симов. И в Sims 4 мы определяем не только их внешний вид, но и их характер. Мы можем влиять на их эмоции, на их поведение и даже на реакцию других Симов. Так что вы можете сделать такого веселого атлета, который любит литературу, или, например, романтическую девочку, которая немножко безумная. У вас есть невероятное количество возможностей при создании вашего Сима. Сим 4 показывает огромные живые районы. Это глубокая симуляция, где у каждого Сима есть своя история. И они все соединяются, сталкиваются и влияют на эмоции друг друга. То есть, например, местный спортзал – это отличное место, чтобы показать личность моего Сима. Вы можете легко определить, что чувствуют ваши Симы, когда они… Вы просто смотрите, им весело, им не очень весело. Так, давайте познакомимся с Чаком. Я сделал его довольно веселым и… И могу сделать его еще веселее. Смотрите, как он качается. Ну, как мы к этому пришли? Все началось прошлой ночи, когда он решил почитать немножко своих стихов своей эксцентричной соседке. Ну, вообще, так как скилл писания литературы у него довольно низкий, поэмы были тоже не очень веселые. И надо понимать, что в нашей игре личности развивают историю. И соседке настолько не понравилось, не понравились его стихи, что, в общем, получилось примерно вот так. И, соответственно, Чак у нас очень сильно расстроился. И поэтому решил пойти в спортзал, чтобы покачаться. Так что давайте его взбодрим. И какой же лучший способ, чем не пригласить всех на вечеринку? И, в общем, пришел весь район, и Чак чувствует себя довольно хорошо. И он становится у нас сердцем Карпани. А вот пришла Глэдис, которая все еще хочет отомстить нашему Чаку. И ее плохое настроение влияет на всех остальных. Я решил вплеснуть немножко веселья в эту вечеринку, и я знаю, как это сделать. Я захожу в нашу обновленную галерею, чтобы найти что-то интересное. Она наполнена великолепными домами и симами, созданными другими игроками. И то есть вы можете делиться своими симами с их полностью созданными характерами с другими игроками. Так что, дамы и господа, познакомьтесь с принцессой. Ну, теперь вечеринка у нас действительно зажглась. Зацените эти танцы. Чак у нас так веселится, что он не может остановить свой смех. И, соответственно, я толкаю его эмоции через потолок. Он смеется так жестко, что умирает от смеха. Так что, где вообще вы еще такое видели? Сим 4 — это совершенно не похожая на прошлые симы игра. Эти новые более умные симы полны личности и юмора, и возможности, которые вы можете воплотить в игре просто бесконечно. Мы приглашаем вам создать ваши собственные странные истории 2 сентября во всем мире и 4 сентября в России. Добро пожаловать в мир из экземпционных симов, где симы с новыми эмоциями связывают и взаимодействуют для первого раза. Они умнее, с большей личности. Вы их создаете, вы их контролируете. Их истории у них есть для того, чтобы рассказать. Они друзья, они семьи, они близкие. Эти все новые симы. Ставьте свои истории и играйте с их жизнью, как никогда. Друзья, я не могу не прерваться. Мне только что Microsoft прислали информацию о точной дате запуска Xbox One в России и подробности этого запуска. Срочно идите на Gamer's TV, там есть новость. Стрелок, как вода. А если вы поставите воду в воду, он превратит воду. Если вы поставите воду в воду, то превратит воду. Вы поставите патру и превратит воду. Сейчас вода может уплотнуть, или это может уплотнуть. Это вода, мой друг. Вы знаете, такие люди как Брюс Ли вообще на самом деле дали начало всему UFC Брюс Ли сделал вообще боевое искусство мейнстримом, и все хотят быть Брюс Ли И он настолько мощный человек, и вообще я хотел бы быть как он И однако все понимают, что никто не будет таким же как Брюс Ли Потому что он невероятный, легендарный человек Так, так, стойте, стойте, ну-ка Вообще обычно я бы согласился со всем, что можно сказать Джон Джонс по поводу боев Ну, все-таки он у нас чемпион в предтяжелом весе UFC Но, однако, он кое-чем ошибся В этом году в UFC от eSports все могут стать Брюсом Ли Ну, виртуально, конечно И вот мы сегодня играем за Брюса Ли И команда из EA Canada работала два года, чтобы сделать это реальностью Так что давайте прыгнем в пятый раунд боя между Брюсом Ли и Би Джей Пеном И вообще поймем, о чем я сейчас говорю Как вы видите, они оба сделаны в невероятных деталях Как у вас есть, знаете, игроки И вы видите эффекты четырех прошлых раундов на их лицах И всем теле Если бы вообще я дрался с Брюсом Ли, я просто убежал бы, на самом деле Но Би Джей Пен у нас бразилец с черным поясом по джиу-джитсу Так что он решает у нас повалить Брюса Ли И теперь, наверное, он попытается взять его на болевой прием Что он, собственно, и делает Вот этот болевой прием выглядит довольно забавно, но, поверьте, ощущается он совершенно иначе И теперь Брюс Ли встает у нас, поднимается, вырывается из захвата Надо понимать, что Би Джей Пен вообще тоже чемпион UFC И сейчас он чувствует ноги и кулаки ярости Брюса Ли на своем теле И, конечно, отличные атлеты могут делать отличные вещи Например... Но, конечно, надо понимать, что хоть у нас модели чемпиона, но все-таки мозги одного из наших продюсеров играли И вряд ли он после вот такого удара уже встанет И это просто небольшая демонстрация того, чем будет UFC Перед тем, как она выходит в продажу на следующей неделе Спасибо большое Эта игра выглядит отлично Хотел бы я в нее поиграть Этот прошедший год все меня спрашивали один и тот же вопрос Что изменится в франшизе NHL, когда она выйдет на PS4 и Xbox One? Мой ответ? Да все практически Ну, давайте начнем с нового поколения игрока хоккей Который оживет благодаря атлетизму и эмоции NHL 15 даст вам больше контроля, чтобы поприкаловаться над своими друзьями И создать совершенно удивительные моменты для повторов Мы внесли реальную физику на все 12 игроков и на их шайбу Что добавляет сложности и непредсказуемости в каждый матч А позади льда NHL 15 дает вам энергию спорта в жизнь В самых детализированных аренах, которые мы когда-либо создавали Это начало нового поколения хоккея И от лица всей команды EA Canada я с радостью и с гордостью хочу показать вам реальный геймплей NHL 15 АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо командам из UFC и NHL, две новые невероятные игры для EA Sports, для нового консоли. Субтитры сделал DimaTorzok Мы думаем о скорости иначе. Для нас главное добираться быстро. Новые технологии, которые позволяют нам разрабатывать новые идеи для игр. С этой новой технологией мы можем добавить новые фичи, уровень или окружающую среду всего за несколько дней или недель. И представьте, насколько это на самом деле интересно разрабатывать. Так что некоторые идеи, конечно, работают, некоторые не работают. Но в игру попадают только самые лучшие. Ну и кого вообще будут спросить лучше, нежели парней из Criterion Games, которые вообще знают кое-что о скорости. Обычно мы не показываем игры настолько в настолько раннем этапе разработки. Но вообще давайте будем честны и вряд ли мы долго бы смогли это скрывать. Так поэтому давайте взглянем. В студии Criterion мы, конечно, все фанаты машин. Но пора освоить что-нибудь новое. Представьте себя в другой роли. В Criterion для нас все сводится к опыту опасности, приключения, аварии. Это новая эра для Criterion Games. Мы решили вообще отобрать у всех личные столы и теперь все работаем вот кучей. И вообще иногда из паба даже работаем. И когда мы готовы показать первую версию игры, мы собираемся снимать. Мы играем в игру минут пять, потом ее переделаем, потом играем снова. Так что наша новая франшиза дает нам совершенно новый способ взаимодействия с машинами и техниками. У нас будут парашюты, у нас будут крылатые котелки парашютистов, лодки. Парашюты, привязанные к квадроциклам и прочее. У нас вообще нет ни одной машины в игре, на которой не было бы интереснее ездить. И мы изучали большое количество экстремальных визер и хотим воплотить это ощущение в своей новой игре. То есть мы хотим, чтобы, когда вы садились на виртуальную нашу машину, вы чувствовали, как будто вы на самом деле там. Мы теперь, наши игроки, смогут отправиться куда угодно и сделать все, что угодно. И выглядят это довольно эпично. Это одна из игр Criterion. Так что... Criterion на вещи вообще иначе смотрит. И в A-Sports мы тоже смотрим иначе. Кэм Уэббер. Сегодня я хочу рассказать вам о паре интересных вещей от студии Ciboran. Первая — это наша гольф-франшиза, у которой богатая история, которая показывает настоящий гольф. Но всегда были какие-то лимиты, куда вы могли и куда вы не могли отправиться с нашей игрой. А теперь мы впервые используем Frostbite 3. A-Sports PGA Tour позволит вам ощутить настоящие гольф-корсы в невероятной детализации. И мы хотим посадить гольф в такие места, где его вообще никогда не было. И при этом никаких доп-загрузок во время путешествия вашего мяча до лути. Гольф без границ. Гольф без границ. PGA Tour. Я удивлен, вот я честно скажу, я очень удивлен. И вообще, серьезно, мы можем ударить над крейсером, да, мячок. А теперь давайте поговорим о Madden. Геймеры хотят, чтобы у нас защита в игре была более интересной. И потому что надо понять, что оборона в этом спорте — это вообще половина. И мы поэтому изменяем ваше взаимодействие с защитой в американском футболе. Вообще, конечно, когда вы в защите, желательно, чтобы камера была сзади. Поэтому мы так и сделали. И вы, вам будет значительно легче бороться с нападающим. Ну, например, как защитник, вам смогут взять блок. И вы теперь можете выбирать направление толчка. Или, например, вы можете оббежать в сторону. Вы можете сбросить блок и прорваться вперед. Небольшие технические у нас нюансы. Загрузка идет. Я напоминаю для всех тех, кто только что присоединился, что вы смотрите. Продолжаем. Перехваты в открытом поле. И мы вообще переделали полностью систему отбора мяча. И сделали систему более точной. Ну и, конечно, консервативные отборы мяча, приемы дают вам самый лучший шанс отобрать мяч у оппонента. Ну, конечно, можете попробовать более агрессивный подход, но будет сложнее. Или попробовать забить прямо с линии. Я могу еще долго рассказывать о том, какие защитные улучшения мы добавили в Мэн на 15. Но самое главное, что вы должны знать, то, что мы даем вам больше контроля в обороне. И теперь оборона не будет скучной. Мы добавили сотни эмоций и реакций нашим игрокам. И мы объединили их с новым набором драматических камер для повторов, которые ставил режиссер из NFL Films. И теперь мы готовы показать вам все эмоции футбола. И вы все это сможете увидеть в Мэн на 15. Для тех, кто у нас здесь с нами на Е3 на этой неделе, мы приглашаем вас поиграть... Поиграть на нашем стенде в Мэдден-15. А для всех остальных ждите 26 августа. Позвольте вам рассказать историю о другой стороне мяча. С самого начала всегда была последняя линия обороны. Защита. Сетка безопасности. Но самая лучшая сетка это не просто сетка. Это значительно больше. Это стальной замок. Суровая сила. И теперь Легион Бул. И теперь Легион Бул. Но все эти вещи имеют одну важную объединяющую деталь. Они ломают своих оппонентов. Соверши эту трансформацию. Покажи всем, кто ты есть. Защити каждый проход. Поймай каждого игрока и не пропусти никого. Все теперь в твоих руках. Что же будешь делать ты? Мэдден-15. Если мы будем делать МОБА, мы не просто хотим клонировать. Мы собираемся делать новые мобильные игры. Мы не хотим просто клонировать другие проекты. Мы знали, что мы не пришли. И мы знали, что люди, которые любили МОБА, были супер-дай-хартные игры. И мы сняли в игроках в очень early stage. И пригласили игроков в разработку с самого-самого начала. И все, что вы скажете, что вам нравится, не нравится. И Дон Гейт постоянно становится лучше. Студия Дон Гейт взаимодействует с игроками. И у них это случается очень лучше. МОБА это значит массовая онлайновая боевая арена. И надо понимать, что мы не пытаемся клонировать классические представители этого жара. Дон Гейт, мы хотим сделать так, чтобы каждый бой был неповторимым. Мы даем большой выбор персонажей. И когда мы решили сделать Дон Гейт, мы хотели создать персонажей, которые имеют мотивацию для сражений. И мы создали невероятные арты, которые нам помогают рассказывать истории и вдохновили нас с персонажей. Ну вот у нас есть, например, такой ящер. Или маленькая такая лесная сфея-дух. Мне нравится играть с упортом. Мне нравится, что у нас есть целая часть мира, которая рассказывает о вселенной игре. Мы не будем проводить время. Мы создали эту команду специально, чтобы разработать Дон Гейт. Мы группа фанатов жанра моба. И хотим создать игру для таких же фанатов. Дон Гейт разработан для того, чтобы вас развлекать в первую очередь. И пока игрокам нравится, мы будем это делать. Это отличное время для создания игр. Но и также еще более интересное время для того, чтобы играть в игры. Каждый год вы на E3. Я вдохновляюсь энергией, которая окружает эту индустрию. Мираются невероятные инновации и креативное мышление. Но также мне нравится просто говорить об этом. Для многих из нас это первая возможность в году собраться вместе и пообщаться. Так что мы надеемся, надеюсь, вам понравилось, что мы показали. Конечно, я хоть и работаю в компании, но я думаю, что мы довольно крутые штуки показываем сегодня. И мы хотим создавать самые лучшие впечатления для вас. И мы готовы к открытому и честному диалогу. Но в этот раз мы делаем все иначе. И не только сегодня. Мы хотим пригласить вас на самых ранних этапах, показать вам наши новые концепты. И увидеть подборку игр, которые мы приготовили для вас. Это наша любовь к игрокам. У нас еще пару игр осталось. Никуда не уходите. Наслаждайтесь шоу. Мирседж это игра о том, чтобы управлять ближайшим миром. Игра фейт. Фейт состоит из миллиона маленьких блоков. Это в себе актуально для нее. У Мирседж это минималистичный стиль и все создано в нем. И, конечно же, у нас несколько отличное от других игр с тема управления. Что и толкает игру в нужном направлении. Для нас самое главное это свобода движения. И Фейт, как наш раннер, курьер, является воплощением этого. Я очень люблю ее внешний вид и ее характер. И когда мы ее рисовали для новой игры, мы хотели показать ее с той стороны, что не стоит с ней в общем шутить. Игра, конечно, в первую очередь для движения. Мы общались с профессиональными покурщиками, которые нас консультировали по этому поводу. Мы развиваем идею первого Мирседж. И здесь все создано для преодоления препятствий. Мы хотим, чтобы игроки искали новые пути преодоления препятствий в игровом мире. И дело не только в исследовании мира. Может быть, игрок сразу найдет какой-то самый простой путь из точки А в точку Б. А с другой стороны, он может найти более безопасный, но чуть более долгий путь. И мы не только добавляем в игру широкий набор движений и приемов. Мы передумали систему геометрии и систему боевых сражений. И для боя мы подобрали совершенно новые звуки. Они показывают эффективность и мощь Фейт в ближнем бою. Насколько она быстрая и сильная и ловкая. Мы переделываем роль раннеров во вселенной. Мы хотим показать игрокам больше, какую роль она занимает в этом мире и кто она такая на самом деле. И вообще у Фейт есть татуировка даже на глазу. Мы создаем Фейт для нового поколения. Футбол Футбол это самая великая драма на земле. Имеет эмоции, которые заставят людей возвращаться к нему сезон за сезоном. С Виф 15 мы создали игру, которая позволит вам испытать эту эмоцию футбола по-новому. Вы почувствуете игру по-настоящему. Где эмоции пронизывают все. И самое главное, конечно, это эмоциональный интеллект. У игроков теперь есть воспоминания. Они будут показывать свои эмоции в соответствии с контекстом матча. От экстаза триумфа до агонии поражения. Это уровень креативной экспрессии, о котором раньше разработчики мечтать не могли. Также, конечно, управление. Наша новая система управления крайне отзывчива. Она позволяет вам делать невероятное количество различных финтов, дриблинга и прочего. И, конечно же, абсолютно переделанная система взаимодействия с мячом. И, конечно же, соревнования один на один. Теперь можно толкаться плечом, тянуть за рубашку, блокировать всем телом. И делать вообще все, что угодно, лишь бы отобрать у оппонента мяч. Это следующее поколение футбольного игрока. Атлетичный, быстрый и невероятно реалистичный. Вы не просто увидите наш реализм, его ощутите. А также, конечно, динамика нашей игры. Которую вы сможете познать на большом количестве международных стадионов по всему миру. Познань, Ла Бомбонера, Коп в Энхилде. И вы почувствуете, как будто вы действительно там. Настоящее живое поле. Бутсы будут оставлять следы. При ударах будет лететь грязь и трава. И, конечно же, будет пачкаться даже форма. И ворота будут трястись от ударов. И стадион оживет живыми эмоциями. Мы хотим, чтобы вы ощутили эмоцию интенсивности атлетизма футбола. В этом году вы действительно почувствуете игру. Релиз в России, 25 сентября. Это футбол, это величайшая драма в мире. Это наша сцена. Я родился в футболе. А некоторых мы усыновили. Но мы все связаны. Если вы не верите, что мы семья, вы не знаете, что это такое. Агония, напряжение, разбитые сердца. Но вот этот момент, когда все сходится верно, слова описать просто не способны. Но это... Это настоящая жизнь. Наша жизнь. Этот мир живой. Мы можем их ощутить по-настоящему. Они оживают на наших глазах. Эти мужчины сражаются за мяч. И занимают свои места в льдер. Наши герои... Зажигают наше воображение. И целый сезон меняется от одного удара. От одного решения. И от одной ошибки. Но один волшебный момент остается в ваших сердцах. Навсегда. Мы живем ради этих моментов. Мы и есть эти моменты. Это больше, чем просто игра. Это... Это футбол. FIFA 15 Feel the game. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы получить шанс поиграть на PC или PS4. Постарайтесь сделать это побыстрее, потому что количество мест ограничено. И вот у нас Adam Boyce из Sony, который расскажет вам немножко о бете для PS4. Спасибо вам большое, Стив. Игра будет отличная. Я фанат Battlefield уже многие годы, я и с братом играл Battlefield в Вьетнам на ПК очень-очень много, так что для меня это большая часть быть здесь. Наша команда PlayStation дико рада принести Battlefield Hardline на PS4. Теперь вы можете просто зайти в вашу кофе Battlefield 4 и получить шанс поиграть в бета, скачать клиент. Все очень просто. Играть будем в 1080p на 60 кадров в секунду. Только торопитесь, потому что мест немного. Спасибо большое. У нас еще много работы впереди в ближайшие месяцы, так что ваши комментарии очень важны. Игра выйдет во всем мире 21 октября и 23-го в России. И вы можете посмотреть живой стрим на Twitch, на Twitch.tv slash Battlefield. И также у нас есть специальная презентация на крыше одного из небоскребов в Лос-Анджелесе. И сейчас здесь в зале у нас 64 PlayStation 4, на которых вы можете поиграть Battlefield Hardline прямо после шоу. Собственно, вот прям тут и можете поиграть. Так что давайте начнем E3 по-правильному. Для всех, кто сидит дома смотрит, для тех, кто на крыше и тех, кто здесь. Баллфилд Hardline в бете уже доступен. Ну что ж, давайте поиграем в игры. Спасибо вам за то, что были, спасибо, что смотрели и удачного вам E3. Спасибо всем, кто смотрел живую русскую трансляцию пресс-конференции Electronic Arts на E3 2014. Для вас озвучивал и переводил Шонгий Затурин. Всем спасибо большое. Да, друзья, спасибо, что вы были на подключение. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на YouTube. Ну и приходите на прямой транс. Взяться, конечно, на портал GamerStyle.ru. И подписывайтесь на группу ВКонтакте, в правом верхнем углу, чтобы не пропускать анонсы подобных прямых трансляций.